это вот анекдоты что касается анекдотов их же надо уметь рассказывать да то есть одни люди умеют рассказывать анекдоты другие нет в принципе вот такие люди в этом ничего нет страшного да и вот однажды еще давно в советские времена тогда же анекдоты как вот их же нигде интернета не было да в газетах запрещено их было публиковать то есть они только ходили такое устное творчество было причем запрещенное они ходили вот так и в месяц там допустим можно было один-два свеженьких анекдота услышать все максимум больше не было это сейчас открыл интернет там и читая анекдоты любые а его там у меня был один такой знакомый который не умел рассказывать он приходит до новые анекдоты расскажу сейчас тебе да а были тогда вы были модно вот эти анекдоты двухсмысленные да когда вот одно и то же значение слова вернее значение слова когда она имелась ввиду другое а слово было одно и то же да и вот за счет этого вроде как было анекдот было смешно и вот ну например старые все знают анекдот до штирлиц пошел погулять в лес и напоролся на сук шли бы вы домой девочки война все таки вот такой анекдот и он ко мне подходит к двое новое анекдот знаю про штирлиц хочешь расскажу давай рассказывай ну чё новый анекдот а он говорит штирлиц трахал поросенка а поросенок хрюкал я говорю и чё вот все анекдот такой я говорю где смеяться ну не знаю но не знаю пошел обиделся он проходит какое-то время неделю может две я слышу этот анекдот в оригинале как он должен звучать то анекдот оказывается такой был штирлиц порол чушь чушь слегка повизгивала вот так